ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 ТРАССА 101 Ну, для большинства горожан, я думаю, в первую очередь, ретро-клуб связан с тем парадом, который вы проводите на 9 мая, да? Да, совершенно верно. Большое количество любопытствующей публики, да, собирает это мероприятие традиционное. И старый младший, что там называется, и мы, безусловно, сегодня поговорим о 9 мая, который у нас будет уже очень скоро. Для начала давайте напомним, что за организация у вас, Марат, да? Для чего? Кого она объединяет? Что имеется в вашем распоряжении? Какие идеи вообще вы исповедуете? Ну, на самом деле, Автомоторетро-клуб – это сообщество людей неравнодушных, любящих старую технику. Старые автомобили, старые мотоциклы, все, что с этим связано. Это не формальная организация, это сообщество по интересам. То есть мы все имеем старую технику, мы все любим эту старую технику, мы ее содержим, мы ее содержим в рабочем состоянии, выезжаем, собираемся на своих личных началах. То есть, ну, это некое сообщество мужчин, безусловно, которые любят свое увлечение. Мы все знаем, что любой мужчина – это, значит, маленький мальчик, у которого есть свои игрушки. Вот наши игрушки – это старые автомобили. Кто-то коллекционирует маленькие модели, да? А кто-то большие, полноразмерные. С чего вообще все начиналось, если немножко в историю углубиться? Тут Евгений Альбертович, наверное, может помочь нам, да, поближе к микрофону. Я проводил ретро-парады 21 год. Я начал работать в газете «Автоиров», в общем-то, я ее и создал. Вот такое некогда известное издание, да. Да, а до этого еще проводились, вот я помню, первые были парады в 94-м, 95-м, 97-м году. Тогда проводили все, кому не лень, вот и инициировала, и Вятская торговая промышленная палата, и все. Да, были удивительные машины. Вот я недавно нашел фотографии 95-го года. К большому сожалению, вот часть техники просто исчезла. Были, например, редчайшие автомобили Хорих, немецкие, военные. Был ГАЗ-ЗИМ-12, ну и другие. Вот часть просто, к сожалению, ушла на металлолом, а часть была продана перекупом, и что представляло ценность, ушло за пределы области. Вот тогда не было такой организации, не было, может быть, интернета для общения, площадок для продажи, чтобы купили местные. Хотя на самом деле база в нашем городе всегда была, были очень интересующиеся люди, элекционеры, это вот и Сергей Мельников, и вот Мохин, который уехал, у него была огромная элекция мотоциклов. Эти люди собирали еще тогда, когда это было доступно, когда целые мотоциклы довоенные, БМВ, например, там, или ДКВ сдавали просто в металловом, и оттуда чисто за гроши можно было вытащить. Сейчас же вот этот рынок ушел, и я скажу, что вот винтажная техника, не только автомобили, но и вообще все, фото, и радиоаппаратура, все это уже в прошлом. Сейчас, если что-то можно найти за огромные цены, к тому же ремонт, восстановление, вот люди, кто начинал 20 лет назад, им было проще, потому что уже и были другие. Они держали москвичи копей, и они все были с руками, и они сами могли ремонтировать, чинить. А теперь вот, если человек, вот он увидел на параде машину, он захотел, да, я тоже хочу, вот такой же москвич классный, вот я знаю, стоит у соседа, и вот он купит веревочку и притащит во двор, начинает вначале в азарте раскладывать его на составные части, а потом узнает цене, чем это чревато восстановление, и быстро охладевает. Вот таким образом гибнут машины. Но, тем не менее, ядро создано. Я могу сказать, что у нас в области, в городе, не только в Ирове, но и во всех крупных районных, во многих, не во всех, конечно, есть свои вот ячейки авториатролюбителей. Наверное, не в каждой губернии такое может быть. Вот я знаю, что области, которые ближе к Москве, оттуда всю ретро-технику, конечно, все переупщие искупали, вывозили в столицы, вот из Ленинградской области, Московской, и там, и до сюда. Иров, он в стороне, хотя тоже приезжали, очень много утрачено, но, тем не менее, то, что удалось сохранить, вот люди видят своими глазами, хотя бы 9 мая, и тут есть чем похвастаться. За 20 лет, в общем-то, создано, приходят новые, постоянно на каждый парад появляются новые люди. Вот, ну, и зрители, зрители. Это отдельный разговор. Да, хорошая такая славная история. Позвольте, сразу вопрос ребром поставлю, вопрос в лоб, что называется, да? Марат, что нужно для того, чтобы все-таки ваша работа, яркая, очень интересная, она не эпизодически себя проявляла, да, вот 9 мая вы выехали, и все. А чтобы это была постоянная экспозиция? Да даже 9 мая, я вам хочу сказать. Одно место, где можно было бы прийти, круглогодично все это увидеть, потрогать. Даже 9 мая мы все это проводим не вопреки всем правилам, которые возможны в нашей стране. Безусловно, в первую очередь это взаимодействие с контролирующими органами, которые управляют у нас дорожным движением. Мы понимаем, что старая техника не вся на документах. Не вся старая техника может пройти технический осмотр. И вся старая техника застрахована. Я вам хочу сказать, что даже сейчас практически нет страховых компаний, которые будут страховать технику старше 40-50 лет. Ну, потому что невыгодно, да, простым языком? А я не знаю, почему они не страхуют, просто не страхуют. Нет, у них такие категории транспортные. С людьми-то ведь то же самое. Чем старше человек, тем меньше у него шансов на то, что там страховку жизни он оформит. Есть у нас машины старше не то, что 50 лет, у нас есть машины 39-го года, 37-го, вот ГАЗ-АА выплыл, машинам свыше 80 лет. Техосмотр на них пройти по современным требованиям, это просто нереально. Соответственно, застраховать невозможно. Зарегистрировать, даже имея там какие-то старые документы, очень сложно. И любой ГАИшник, который остановит эту технику на дороге, имеет полное право ее поставить на эвакуатор и отвезти на площадку, на штрафстоянку. Не имея документов, ты физически не сможешь ее оттуда выдернуть. Поэтому вот начиная с этого. Второе, мы можем и мы хотим и чаще выезжать не только 9-го мая. Понятно, что в основном выезд это летний период. Мы готовы выезжать на день ГАИ, на день десантника, на день города, безусловно. Но это все летнее время. Да, это все летнее время, день железнодорожников. Мы с железнодорожниками, кстати, очень часто к нам обращаются по экспозиции. Мы готовы это сделать. Но мы хотим в том числе и организационную помощь от городских властей, от служб ГИБДД, может быть, от правительства. В чем конкретно могла бы эта поддержка заключаться? Ну вот, начали с того, что ГИБДД, возможно, в каком-то особом порядке бы смотрело на эти ретроавтомобили. А городская администрация, например. То же самое взаимодействие, значит, выделение площадок, стоянок, согласование путей маршрута, парада. Ну и, соответственно, хоть какое-то минимальное обеспечение безопасности. Это и на площадках, где мы стоим, и в части пути. Это там наличие эвакуатора, к примеру. Потому что, опять же, повторюсь, техника старая, и в пути может сломаться любая. А бросать товарищей нехорошо. Поэтому правильнее, лучше бы, чтобы не создавать проблем в городском транспортном хозяйстве, поставить на эвакуатор и эвакуировать на какую-то безопасную площадку для того, чтобы дальше с этой техникой разбираться. То есть все эти вещи организационно, больше организационно, конечно, требуют постоянного согласования и взаимодействия. Евгений, да. Евгений Катаев. Вообще, проблему ретро-движения, технического ретро-движения надо разделить на две части. Это экспонирование техники, постоянное и круглогодичное. Определенное место, где можно видеть, приходить. Да, вокруг этого можно создавать какие-то активности, можно какой-то интерактив делать, можно просветительством заниматься, можно мастерские сделать какие-то для ребят, для увлеченных людей. Ну, в общем, это такая большая популярность дает этому движению. И выезды. То есть это вот такие, ну, ивент, мероприятие, которое мы готовы делать, представлять, украшать. Даже можем сами какие-то праздники организовывать свои, а чтобы вокруг нас уже как-то объединялись, подтягивались другие мероприятия. Поэтому две проблемы. Вот проблема выездов, как Маракс сказал, это взаимодействие с ГИБДД и с городскими властями, она такая тесная, и тут надо есть что еще подкручивать, докручивать. А проблема отсутствия в Кирове настоящего серьезного музея по технике, экспонатов полно, и люди подтянутся. Да, я не сомневаюсь, что мы найдем, что там выставать. Ну, там Пермь, Казань, не знаю, Ишкар-Алаев, Самара, Новгород, Уфа. Да, вот мы до начала передачи Екатеринбург вспоминали музей техники. Я прошлым летом там посетил в Екатеринбурге. Там ходишь, там ни одного дня не хватит, чтобы все это посмотреть. Там, да, корпорация очень серьезная, очень богатый человек это все сделал. Ну, понятно, у нас они тоже, эти люди есть. Организация такого музея — это вопрос времени. Просто сейчас не то время, я так считаю. Ну, поэтому от городских властей здесь помощи, наверное, вжалять бессмысленно, потому что они, наверное, ничем не помогут. Все равно все эти музеи находятся слегка за городом всегда. Потому что в центре или где-то вот в пределах города там пару-тройку тысяч экспозиционных площадей просто не найти с нормальными условиями. Поэтому всегда пригород, всегда какое-то такое дело. Я мечтаю о таких вещах, чтобы... Я бы с удовольствием отдал свою коллекцию в экспозицию, даже бесплатно. Ну, чуть позже поговорим о вашей коллекции, о коллекции, да, каждого из вас. Ну, областные власти ведь, мне кажется, не бесполезно как-то пытаться подключить раз на уровне города. Вот Марат добавит, наверное, потому что у нас же скоро и празднование там каких-то юбилеев в городе. Да, 650, да. И вообще сейчас речь идет о каких-то там туристических подвигах, которые там власть собирается устраивать. Ну, реальность это ладно, но... Миллион туристов, вы имеете в виду? Да, я к тому, что... И да, лучшим подарком для горожан на юбилей города было бы создание технического музея. Это просто, понимаете? Вы видите, во что превратился наш музей, который мы с детства помним, краеведческий. Ну, да, туда ходить просто не хочется. А если бы это было, все, еще и жужжало, вертелось, ехало, и это было... Экспонаты-то есть. То есть не надо вкладываться в экспонаты, надо найти площадь, надо найти площадку с дорогой, с подъездом, с какими-то коммуникациями. Все остальное сделается просто. То есть нужен какой-то движок, найдется движок, будет все это. Движок, я имею в виду, какой-то человек, который этим будет гореть. Ну, так я думаю, что я с ними сейчас общаюсь, с этими людьми, с движками, которые горят. Нет, смотрите, тоже надо делить. Эти движки с техникой занимаются. То есть кто-то вот хочет гайки крутить, кто-то хочет ездить. Не все хотят участвовать в организациях каких-то таких вещей. Марат, да? Одной из задач, безусловно, это организация, организационные вопросы по всем этим событиям, безусловно. Но продолжу, Евгения, по поводу мастерских, по поводу туристических вещей и так далее. В прошлом году, Евгений Альбердович меня поправит, был восстановлен уникальный троллейбус в троллейбусной паре. В позапрошлом. Да, в позапрошлом году. И мы хотели в прошлом году на 9 мая вывезти его на маршрут, на праздничный маршрут. Опять же, те же самые препоны. Раз это транспортное средство, тем более транспортное общество... Которое перевозит людей. Да, общественный транспорт, значит, перевозит людей, там определенные требования. Соответственно, эти требования он не удовлетворяет. Естественно, ГИБДД сказала, ну, мы не можем вывезти на трассу, значит, не сертифицированный троллейбус. Хотя это была бы очень красивая фишка запустить старый автобус, старый троллейбус на маршрут на какой-то. Пусть фиксированный, пусть там без расписания, пусть там с какими-то остановками. Но это реально привлекло бы и наших людей, и гостей города к нашему городу. Безусловно. В других-то ведь городах это возможно? Мы читаем эти... Зимой четыре подобных троллейбуса осталось на территории бывшего СССР. Из них только два на ходу. Это в Петербурге и в Кире. Мы живем в этом городе. В этом городе такие правила. За другие города я не могу ответить, почему у них работает. У нас не работает. По поводу, значит, различных мастерских и так далее. Очень здравая, очень хорошая идея, где дети, подростки, значит, ребятам, мальчишки будут сами крутить гайки. Я помню свое занятие в областном дворце пионеров, где мы собирали карты, где мы собирали сами мотоциклы, кроссовые мотоциклы. Потом на них ездили. То же самое можно сделать и с нашими текущими ребятами. Пусть их из компьютеров, значит, вытащить в цеха, пусть они собирают себе машины, пусть они собирают себе электрокары, пусть они собирают себе маленькие свои детские Теслы и ездят на них. Это правильнее, чем они будут шататься по подъездам, либо в гаджетах бесконтрольной сидеть. Ну, сейчас так или иначе это движение-то немножко представлено. У меня ребенок старший ходил в Кванториум, и мы видели, ребята на картах пытаются что-то изображать, катаются. В общем, в какой-то мере это все равно представлено у нас сейчас. Да, речь идет о том, чтобы это расширить. Конечно, да. И как можно больше вовлечь туда желающих. Задача каждого коллекционера, задача каждого любителя этой техники – показать свое. Это уже может быть детская тема, тема привлечения туристов и все прочее. Это будет как поддержка этой темы. Самое главное – это все-таки демонстрация этой техники, то есть выставочная история. Есть музей, музей задороженного в Москве. Там не сказать, что много какой-то активности. Он иногда устраивает, но это шикарный музей за городом, ну, просто с какой-то космической у него уровня экспонаты. Но все-таки это демонстрация. То есть вот эта все веселость вокруг этой техники – это не совсем то. что даже видеть, не забывать и вообще ценить труд людей, которые раньше это делали, ну, это же история. Никто же в художественных музеях не предлагает пока лякать на картинах. Ну, вот надо ходить и смотреть. Тут то же самое. Но вот как-то побочно можно какую-то активность устраивать. Я вот такой, я, может, информация человек. А устраивать шоу из старой техники, конечно, дело проблематичное. Там проблемы еще с обязательным страхованием, да, ведь автогражданская ответственность существует большая. А никто ее не отменял. Это точно такая же техника, как я с вами. У вас в России есть большая помощь. На них, например, едет ЗИС-155. На нем просто вместо номера, вот, марк автобуса или там другой Львовский лаз там какой-то едет, едут другие машины. Я номеров не видел. Вместо того, чтобы чинить препоны, там едет машина ГИБДД в сопровождении с мигалками. А в части городов, где ГИБДД любит старые машины, там еще и машина старая едет. Там старая Копейка, либо Старая Волга, либо Москвич, либо, значит, 24-я Волга, которая раньше находилась на службе. С надписью милиция, ГАИ, все как полагается. У нас единственный город в области, где ГИБДД положительно относится к подобным мероприятиям, это Вятские поляны. Вот мы с Евгением встречали делегацию, там, с половиной России съехались, даже не только из России, на юбилей нашего легендарного мотороллера Вят в 18-м году. Тут никто, область, город даже не почесались. Мы частные лица, мы поехали встречать, мы не опозорили область, мы встретили делегацию. Но вот тогда, тогда и с этим, с сиреной смигал, ГИБДД возглавило, ездили. И он помог все организовать, вплоть до туристического лагеря. Вот, а здесь вот, один раз я даже вот просто хотел встал и уйти с совещания в городе, потому что встают и начинают кровь пить. А что обсуждали-то? Подготовку как раз к очередному параду? Перед каждым парадом проводится масса подготовительных мероприятий, в том числе совещания в гороадминистрации. Вот однажды встает и начинает там представитель органов. А вот у вас, чтобы каждый был с медстрахов, каждый был с техосмотром, каждый был там с чем-то еще, со всеми справками нужными. Я говорю, это невозможно, я даже не знаю, кто приедет ко мне. Вот из Белой Холуницы еще откуда-то в городе кто-то. Я понятия не имею, кто там. То есть вообще вот представление, будто это поначалу было, будто и это вот юные огопни и на ржавых копеях там гоняют и нарушают порядок. Хотя люди все солидные, все, в общем-то, известные, статусные люди, дорогие машины, содержают ретро-технику на порядок и выше, чем обычную дежурную машину. И тем не менее, вот хорошо было тогда. Мэр Шульгин сказал, что да отстаньте вы, отстаньте вы с этими делами. Доходило до абсурда, когда мы один раз, это было года три, в жру в такую, года три назад мы выехали, вот представьте, вот когда проходит парад, когда жара, когда солнце печет, когда масса народу, и ты не можешь отойти от машины. О ультуре зрителям мы поговорим еще, если будет время. Ну, это отдельная история, конечно. И вот все, наконец-то счастье. Сели, поехали, дождались там, два часа прошло, едем, медленно едем. От Конио до театра, алл, не въезжаем, дорога перекрыта, амазами высказывает какой-то полиционер там и начинает, заведенный, уберите машину, он не в курсе вообще, что мы сюда должны заехать, его начальство не предупредило. Вот, нет связи, что мы выехали с Конева, едем на театралку, там даже вот этот ГИБДД, он не может позвонить, он боится, что он потревожит начальство, и ему за это влетит. И вот, и он говорит, я сейчас вызову, и я уже вышел, я говорю, позови начальство, мы должны, нас ждут здесь на площади, он, убирайте машины. Один раз мы проехали по кругу, второй раз опять по Ленина, по Воровск, вернулись обратно, опять уже бежит ОМОН, я думаю, сейчас меня схватят, руки завернут, и я потом не докажу, меня за сопротивление милиции, вот мне оно надо, я устраиваю людям праздник, а меня тут винтят, меня тут всячески пытаются куда-то втоптать, и весь парад вот на жаре, на солнце стоит. Несогласованность между организаторами ответственных за... Ну, не только, вот по какой-то причине, там, не мог уйти, там, в общем, да, была несогласованность. Первое, несогласованность, а второе, опять же, мы про что говорим, что город должен тоже этим болеть. А не выходить потребителем. Не только мы должны этим болеть, но и город. В прошлом году нас перед 9 мая не позвали ни на одно совещание, касаемое под организацией 9 мая. При этом, когда звонят там ответственные лица с города и там по телефону говорят, ну, что вы там хотели, значит, давайте предложение. Мы ничего не хотели в рамках праздника. Мы можем вам помочь сделать этот праздник ярче. То есть немножко идет подмена понятий, что мы здесь там, значит, что-то обязаны городу сделать. А город потребителем. А город, да, а город, ну, типа, ну, сделайте обязанным. Вот там для галочки они... Они себе галочку поставят. Еще одно мероприятие в ряду мероприятий, да. А в других регионах, наоборот, в Чебоксарах там помощь огромнейшая со стороны города. Мы не говорим про финансовую помощь, мы не говорим про организационную помощь, мы не говорим помощь в виде там флагов, транспарантов, какой-то там рекламы, значит, задников и так далее, и так далее, и так далее. Мы не говорим про помощь в ГСМ, мы не говорим про помощь в ремонте, в конце концов, этой техники. Мы это все делаем, сами на себя берем. Но это тоже очень важная вещь. Там подготовить каждую машину к параду, это 10-15 тысяч. Это замена всех жидкостей, это бензин, опять же, это сделать мелкие ТО и так далее. Я не говорю про стоимость страховки, я не говорю про стоимость техосмотра. Это вообще вот... Острессы и нервные напряжения, это тоже там забор. Ну вот эти, казалось бы, мелочи, но когда это вкупе... В прошлом году мы вывели 78 единиц техники. Теперь умножьте там даже 10 тысяч в среднем на технику на 78, это почти там 800 тысяч рублей. Миллион рублей получается. Просто подготовить... Да, это без ОСАГО, это просто подготовка. А если еще ОСАГО добавим, это там полтора-два миллиона будет. Значит, общий бюджет всего этого праздника. Мы здесь, как участники этого ретродвижения, ни копейки ни от кого не получили. Ни копейки. То есть речь идет в первую очередь, вы хотите, чтобы изменили взгляд на нас, на кардинально, понимали, да? У нас... Подход. У нас 9 мая. После 9 мая автоматически там через короткое время день города, день России. В конце концов, на следующий год у нас 650 лет городу Кирову. И мы очень хотим, значит, изменить отношение к себе городских властей, федеральных властей, для того, чтобы и этот год был красивый для наших жителей и для гостей. И следующий год, безусловно, был ярким вот в этой части. Я напоминаю, что я беседую с представителями ретроавтоклуба «Вятка», Марат Долгоршиных, руководителя клуба и представителя «Актива» Евгений Питунин и Евгений Катаев. У нас подошло время небольшой рекламы. Через полторы минуты мы продолжим нашу беседу. Продолжаем наш разговор с представителями ретроавтоклуба «Вятка» на часах 13.30. У нас есть еще 20 минут для беседы. Насколько помню, в последнее время на государственном уровне разные инициативы обсуждались, касающиеся ретроавтомобилей, чтобы как-то помочь вам, поклонникам, коллекционерам, одна из идей выделить в некую определенную отдельную категорию ретроавтомобилей, чтобы не тратиться на регистрацию, на эти все необходимые процедуры, на техобслуживание, на техосмотр, на страховку. И эта идея вам кажется довольно разумной, да, Марат? Да, идея достаточно здравая, потому что два направления. Первое направление — это облегченная регистрация этих транспортных средств. То есть у большинства этих транспортных средств либо нет изначальных договоров владения, кто был владельцем. Первое. Второе — владелец умер, наследники не вступили, не вступили в наследство и так далее. И третье — это, безусловно, за столько лет было замена агрегатов такое количество, что на текущих документах ГИБДД просто их не ставит на учет. Там замена двигателей, замена кузова, замена рамы. То есть так называемые ВИН-номера, там их никак не отследишь? Их никогда и не было. А те номера, которые, значит, есть, там, для примера, на старых наших газиках, ГАЗ-69, ГАЗ-69А, ГАЗ-67, номер рамы рисовался краской на раме. Соответственно, за 50 лет, там, не то что краски, там, от рамы-то половина останется. Так вот, то есть первая часть — это упрощенная регистрация. Может быть не как транспортное средство, а как ретро-транспортное средство. А второе — это ограничение использования данных транспортных средств. То есть возможность использования только выезд, только выходные, только в светлое время суток, только на праздники, и ограничение по территориям. Насколько я знаю, в Москве им запрещен въезд в, или наоборот, разрешен въезд в центр Москвы. Ну, то есть это... Это там, в том числе, видимо, еще и экологические требования. Да, да, да. То есть это машины для того, чтобы ты в выходной день мог, значит, профланировать по городу. Вполне разумные ограничения. Там могут быть отдельного цвета государственные знаки, там может быть отдельная стоимость страховки, там отсутствие либо упрощенность процедуры по техосмотру. Но, тем не менее, как бы это очень разумное предложение. Но, видимо, нет тех людей в верхах, которые могли бы продвигать эти идеи активно, или в чем заключается, не знаю, проблема. Проблема в том, что у нас законодательство, что все, что касается регистрации транспорта, настолько костное и настолько медленное, настолько оно вообще, не знаю, их трудно сдвинуть. Сколько лет уже говорят о том, что надо продавать номера. Красивые, так называемые, на аукционах. И где эта тема. То есть тут то же самое. Причем такое ощущение, что становится хуже. Вот ввели регистрацию по техосмотру сейчас. Сейчас если смена собственника идет, обязательно, представьте, я покупаю старый мотоцикл. Ну, условно. Ну, не условно, я его постоянно покупаю. Я сталкиваюсь с этим. Раньше я просто могу этот набор железа принести в ГАИ, если там номерные агрегаты сохранились, договорку при продаже. Мне выдают номера, я восстанавливаю технику, вешаю номера, поехал. Сейчас надо перед этим пройти техосмотр. Поэтому я должен купить очень недешевый экспонат, восстановить, вложить еще кратную стоимость. А хозяин все еще тот, у кого я купил. Пойти в ГИБДД и только тогда получить номера, когда я вложил туда уже кучу денег. Сейчас это, вот нет, сейчас просто тупик. Реально этими историями движение по восстановлению и приобретению такой техники, по сохранению, оно, наоборот, ушло назад лет на 15. Вот просто решением тем, что надо проходить перед рикса обязательно к осмотрам. Ну, и автомобиль же тоже самая история. То есть, если старый хозяин, старый хозяин может в любой момент сказать, а у меня там автомобиль, мотоцикл был угнан, либо я хочу его возвратить, я расторгаю договор купли-продажи. Ну, не исключен такой вариант. Соответственно, ты купил, ты восстановил, и ты по закону должен на самом деле этот автомобиль, либо мотоцикл, восстановленный тобой, отдать старому хозяину. Да, закон нас просто поставил в очень рискованные рамки. Нет, там есть еще снос, что если, это лет у тебя доказано, у тебя в пользовании движимое имущество, по-моему, больше там 5 или 7 лет, тогда у тебя право сохраняется. Даже если ты нигде не купил, то по суду ты можешь там подтвердить. Ну, мне кажется, это сложная такая, запутанная юридическая процедура такая. Я однажды в суде, вот у меня было два свидетеля, у меня мотоцикл, ИЖ-49 дали справку из суда для постанов и на учет в ГИБДД, потому что я подтвердил, что... Опять же, интересно, да. Процедура очень непростая и запутанная. Каждый нотариус по-своему может... И это автомобили, неугоняемые автомобили, неворуемые автомобили. То есть старые автомобили никто не будет угонять, никто будет воровать, воровать ради материальной прибыли какой-то, да. То есть это вообще не та история. Это как Джаконду украсть, да? Она же одна Джаконда, да. Ты, собственно, да ее сразу будет видно и заметно. Тут угонят, не угонят. Это, понятное дело, что маловероятно, но тут другая проблема. Вот начиная с начала 21 века, на мой взгляд, если я не прав, то, пожалуйста, можете меня опровергнуть либо подтвердить. Вот у нас очень сильно и резко падает культура зрителя массовая. Если помню, первые ретро-парады были, то интеллигентная публика ходила, культурно рассматривали, представленные спонаты, никто ничего не лез, не ломал. То вот за 20 лет, я не знаю, им причинам это, может быть, есть разное там мнение по этому поводу, но особенно сейчас вот большая головная боль для каждого владельца ретро-машины это выставить свою технику на парад. Сердце крови обливается. На грузовике был вот этот веселый парень с водоканала. У него, он потом жаловался, я едва уехал, у меня, впервые выехал на парад, у меня поломали все, что могли, разрядили аккумулятор, поломали патефон там, разве что не нагадили где-то. Я однажды не мог уехать, я у Вечного огня оставил на 5 минут без надзора Виллис, чтобы мне дойти до Вечного огня, положить цветы. Я сел с чистым сердцем, пытался тронуться обратно, у меня будто что-то внизу, будто гай в ведре болтается, оказалось кто-то, вот посадили здоровенного, мускулистого ребенка, и он пытался просто воткнуть. Чтобы его сфотографировать. Да. И передач выломал два зубца на шестерне. Ну, увы, это такая проблема масштабная. Такое потребительское отношение. Да, у нас есть такой веселый коллекционер Юрий Веснин, вот у него мотор-аляс, он огородил, он даже табличку поставил, фотографируйтесь рядом. А ему туда детей, вот в грязных этих самых ботинках, кожаные сиденья пытаются с того, написано же, ну ставьте рядом со мной, фотографируйтесь. Нет ничего, на него еще и наезжают, что ты что, мужик, не видишь, я ребенок. Москвич там 400-й запирает. Видно, что закрытая машина, владельца нету, отламывают ручку силу миновую, а эту ручку найти, это 1015. Ну, это я, может быть, я надеюсь, я обращаюсь к всем зрителям, уважайте тех, кто представил, по крайней мере, хотя бы, какую-то культуру потребления. И вот еще раз... Или хотя бы поинтересуйтесь, что можно сделать, да, можно ли потрогать, или не знаю. Раз я упомянул фамилию Веснин, вот это очень интересный человек, вот мы говорили про музей, а у него уже прямо назрел музей. Он реставратор, но он по-своему делает, у него огромная, интересная лекция, у него все мото-аляски, вот это, которую в народе называют моргуновка, потом трехколесная, уникальная циклоп, потому что с одной фарой у него... У него прям домашний музей, это вот на улице, возле там ЖД путей, вот на этой Иров-Отлас, на станции у него, ну, частный там автосервис, у него дворы. Он иногда просто не удерживает, летом в хорошую погоду, он все достает, выкатывает свой двор, и на улицу к нему приходят школьники, и люди его медалью от ГИБДД наградили. Он вот на своей инициативе, он держит, умеет... Благо, что ГИБДД там рядом, да. А если бы было масштаба города, все это расширить, было бы вот замечательно. Ну, есть же у нас... Кто-то бывает, не знают. Есть же у нас на государственном уровне, не знаю, там прописанный порядок установки газобаллонного оборудования, да? Вполне себе понятный, доступный. Почему бы такой отдельный порядок не предусмотреть для редроартов? Ну, это должна быть инициатива, все равно это закон, то есть это инициатива депутатов Государственной Думы. Все, что охватывает небольшую группу людей, идет очень медленно. Да. Реставраторы, коллекционеры, это очень маленькая группа людей. На общероссийском уровне есть какая-то организация общественная, которая объединяет вот таких людей, как вы, увлеченных в нем. Тематических... Создавайте? Нет, есть союз коллекционеров в России. А, союз коллекционеров. Но он, в общем, и целом охватывает. Это надо тяжело, потому что надо иметь зарегистрированную коллекцию и все проще. На уровне регионов, безусловно, есть ретро-клубы, касаемые автомобилей, мотоциклов и так далее. Ну, как общественная организация. Ну, как общественная организация, есть по части регионов есть НКО, а есть неформальная организация. То есть кто как, кто как. Ну, и получается, что голос этих организаций, он не так слышен, да? На государственном уровне. Да, я не пытаюсь его подавать, потому что, ну, а какой повод подавать? Вообще-то мир коллекционеров, он закрытый, он такой сам в себе, поэтому, ну, это как художники и так далее. То есть тут... Вот я противоречие слышу. Вы говорите, мир закрытый, а хотелось бы, собственно, да? Как любой коллекционер. Показать готовое. Конечно, конечно. А вот заниматься... Вот я возвращаюсь к тому, что есть люди, которые горят на своей коллекции, которые готовы там тратить все последние деньги, последнее время, чтобы ее восполнять, увеличивать и так далее. А есть люди, которые могли бы на этом принести общественную пользу. То есть это, ну, такие общественники от коллекционеров. То есть их немного. Слушайте, еще-то одна важная тема. Если ведь ретроавтомобиль зарегистрирован, это еще и транспортный налог? Конечно. Да? Конечно. Ой! Да. Это ж такие расходы тоже? Ну, надо признать, что раньше двигатели были менее мощные. У меня, например, зарегистрировано, если не ошибаюсь, 9 автомобилей официально. То есть, ну, там транспортный налог, он нормальный. Ну, да. Я напоминаю, что он зависит от количества лошадиных сил. Поэтому у всех автомобилей порядка 50 лошадиных сил. То есть там плюс-минус. Хотя тоже можно было бы предусмотреть на уровне государства. Вот сейчас у нас речь идет о том, чтобы освободить электромобили, например, от транспортного налога. Почему бы и в отношении ретроавтомобилей не рассмотреть подобную инициативу? Касаемо ретроавтомобилей нужно принимать пакет мер. Регистрация, значит, использование, налоги, техосмотры и, соответственно, страховки. То есть надо это все в пакете делать. В оставшиеся минуты я предлагаю в том числе поговорить о ваших коллекциях, о тех автомобилях и мотоциклах, которыми вы сейчас обладаете. Евгений Владимирович у нас специалист по мототехнике, да? Да, по старой. Да, ну хотя бы несколько слов, чтобы удивить. Я думаю... В Российской Федерации неоднократный победитель онвозов на сайте Советский Мотороллер. Вот, я думаю, мужики-то сейчас к радиоприемникам подтянулись. Давайте удивим мужскую публику. Почему именно мотоциклы, кстати? Потому что... Любовь. Любовь. Ну, во-первых, да, и с детства все. Ну, вот у меня все детство тоже, вся юность прошла связанная с Ишью Питер-5. Собственно, я до сих пор, для меня, да, да. Отечественный шедевр мотостроения. Все началось с того, что зимой чем-то хочется заняться для своей души. И поэтому был маленький гараж, вот поэтому и мотоциклы. Если был гараж изначально больше, может быть, и с машинами. Может быть, что-то побольше туда вместилось. А так затянуло с мотоциклами. Это целый мир, поэтому там нельзя делать и то, и то. Мне кажется, что надо делать либо машины, либо мотоциклы. Я занимаюсь музейной исторической реставрацией. То есть именно подробной реставрацией старых мотоциклов в заводское состояние. То есть вот тут это отдельная ветка реставрации, когда люди, ну, именно восстанавливают... Сами, своими руками. Это настоящая реставрация. Настоящая. Нет, восстановление — это не приведение в рабочее состояние, это не создание модели какой-то. Это вот именно восстановление в заводское состояние. Это очень дорогостоящая и трудоемкая... Что такое экспертный, экспертный, высокий уровень такой, да. Да, да, да. Коллекция, сколько насчитывает экземпляров? Ну, что около 20, то, что я своими руками прикладываю к этому, да. Поэтому у меня медленно она пополняется, и в год не получается больше одного создать, потому что это очень трудно и дорого. Ну, если конкретные названия озвучивать... Чешский ряд у меня есть хороший, есть легенды наших дорог. Это Ишпанэтоспорт, Вятка, ну, вот такие вот вещи. Так что основные, так сказать, вехи этого пути у меня есть под эскалетом советского. Ну, это же большая площадка должна быть, чтобы это все хранить. В нескольких местах, да. Дачи, гаражи, там. Мастерскую недавно вот себе сделал настоящую. Очень рад. Да, сейчас в хороших условиях работаю. Проблем, чтобы достать экземпляры, есть с этим? Да, конечно, с этим всегда. Тем более сейчас... Как вообще поиски осуществляются этого всего? Сейчас особенно связано, если ты захочешь восстановить чешскую технику, то ни посылки, ни оплата в Чехию не уходят. А очень много запчастей производится до сих пор там. Да. Поэтому нет, это целый мир. Китайцы подтянулись под эту историю, но она, конечно, никто не пользуется на настоящем уровне подделками, но осложнилось очень здорово. То есть, как сказать, сообщество чешских мотоциклов, ну, вот любителей, оно сейчас серьезно находится... Задумалось. Затруднение, затруднение. Ну, и самое главное затруднение — это стоимость реставрации. Суммарно это сумма серьезная. Что влияет в первую очередь на стоимость реставрации? Это материалы, запчасти? Да, детали, конечно. Детали. Детали, покраски, цинкование, хромирование, ну, вот все такое. Потому что порой приходится делать, ну, все вообще. То есть, если покупаешь себе базу для реставрации, там не остается ни одной детали, которая в своем первоначальном виде попала бы на новый мотоцикл. Марат, поделитесь своей коллекцией. Из интересных моделей это, безусловно, «Виллис». У меня два, 42-го и 44-го года. 42-го года это на ходу, 44-го сейчас у меня в... Пока стоит в гараже. Готовлю его к восстановлению на ходовые испытания. Как вообще появились-то они у вас? Слушай, ну, это опять же мечта. Да, посмотрел, как-то мне очень зацепила старая песня о главном, где Николай Расторгуев был на «Виллисе». Такой с прической такой. Да, да, я себе подумал, вот хочу такую, и все. Вот хочется. Председатель он там, по-моему, играл, да, местного? Да, да. Ну, и, собственно говоря, через какое-то время попался в 10 километрах от того места, где я жил, мужчина продавал «Виллис». Ну, по цене сошлись, купил. Как вообще формируется цена на ретроавторию? Какие факторы? Это ты можешь купить за цену лома можешь купить автомобиль, а можешь купить за миллионы. То же самое с запчастями. Некой средней коллекционной цены за запчасти ее нет. Ты можешь взять и с соседом договориться, если у него валяется там за... Ну, таких случаев все меньше. За бутылку там определенных напитков. Вот буквально недавно новость была на автопорталах. В Тольятти мужик продает «Волгу» ГАЗ-21 59-го, по-моему, года. 29 миллионов рублей. Ну... Что, нормально? Жигули есть по 5 миллионов. Без пробега, кстати. Это новая, практически. Тогда возможно. Если там действительно подтверждено, что она новая и что она хранилась столько лет. Дальше из интересных автомобилей BMW у меня есть модель 39-го года, 49-го года выпуска. Это уже не BMW, на самом деле, а ЕМВ в Восточной Германии. А 67-й ГАЗ Иван Виллис, так называемый. Мерседес 123-й, как у Высоцкого, тоже такая знаменитая модель 80-го года. 69-й ГАЗик. Ну, вот из таких, из интересных моделей, наверное, все. ВП 150-я пузатая беременная вятка, как ее называют. Пара Уралов есть из мотоцикла. Один из них в милицейский мотоцикл. Желтый. Желтый, да. Желтый-голубой. Да, желтый-голубой. Ну, из таких интересных, наверное, моделей все. О чем мечтаете? Чайка 13-й. Шедевр, конечно, да. Автомобилестроение. Да, Евгений Альбертович, напомните. Ваша гордость, ваша основная гордость. Собран из руин. Девять лет жизни было посвящено только восстановлению. Это же Виллис, опять же, 42-го года. Именно вот завода Виллис, а не Форда, что было намного чаще. Это вечная головная боль, вечное что-то там надо делать, подделывать, ремонтировать. Вот это, видимо, на всю жизнь. Поэтому он вытеснил все другие машины. Были и москвичи 400-ые, и еще там что-то. От всего избавился, потому что вот это уже заняло все мое пространство. Да и возраст все, и 65 лет. Это уже и возрастная лень, возрастная усталость. Если я раньше, в 45, я мог стоять летом в раскаленном гараже на рачках, к примеру, полдня и менять поршневую на мотоцикле М72, то сейчас бы я просто помер бы. Поэтому собираю что-нибудь на даче, вот полегче собрал. Минимум, это такая мечта детства не сбывшаяся. Этим летом собрал мотовелосипед 58-го года, мой ровесник. А так, у меня BMW R35 мотоцикл, немецкие, довоенные, одноцилиндровые. У меня BMW NZ350, вот еще нуждается в доукомплектовании. Это прародитель наших ежей 49-х, ежей 350-х, вот с чего началось. Ну, М72, большой тяжелый мотоцикл с Аляской, тоже опия немецкого. По-моему, даже сбор из завода Авито, вот у нас в войну собирали здесь. Ну, всего где-то 11 мотоциклов, мотороллеров, мопедов, там даже бесчетно. Это вот все, что удалось сейчас. Я буквально считаю, что я за хвост ухватил вот эту эпоху. Сейчас просто ничего, сейчас либо это эти руины. Даже неизвестно определить модель, и хозяин просит, да ты что, это же... А там мне один говорил, не раритет, а риоритет. Риоритет. Ты что, плати деньги, там я тебе... А там даже морор. Ну, невозможно понять, вот то, что успели сейчас, это, конечно, все сложнее. Коллекция есть, и вот даже вот нас троих объединить, это уже музей в масштабах города. Да, вполне себе. А нас не трое, нас там сотни. 30, 40, 50 человек, представьте, сколько могло бы всего быть. Я вот тут все город ругал, ругал, но я хочу, опять же, вот это же бывает исключение. Вот тот же бывший мэр Шульгин, вот погибал троллейбус действительно, МТБ-82. Вот мы однажды приехали на территорию троллейбусного депо. Он стоял такой грустный, все заржавевший. Я попросил знакомого Байера всрыть замы на весны. Он пришел с ножницами, всрыл. Я зашел, пол провалился на сиденьях, плесень, мохозеленый на окнах. Все, еще бы полгода он бы переломился, все. Я создал группу по восстановлению. Да-да-да, мы следили, да, активно. А меня всюду ходило, начальство ругало Питонин, там нас опозорил, там выставил на показ, что гибнет троллейбус. И тем не менее, вот Шульгин поддержал, сделали, он на ходу, и сейчас спасли из руин буквально. И одно, о другом, сожалею, был уникальнейший троллейбус 80-х годов, грузовой. Он у нас ездил, помните, один из кузов, сдали металлолом. Вот так вот, просто устали. С днишним-то главой администрации. Еще недавно совершенно, оказывается, погиб вот такой хороший спонат, который... С нынешним главой администрации Вячеславом Смаковым уже общались, беседовали? Да, общаемся, вот как раз общаемся по подготовке как раз 9 мая. Я думаю, что найдем общий язык, и в этом году попроще будет, чем прошлые годы мы проводили, я очень надеюсь. Остается-то, собственно, полтора месяца до Дня Победы. Времени вообще практически нет, потому что в то же ГИБДД, как минимум, за месяц нужно согласовывать, маршруты движения, нужно согласовывать работы экипажей на местах. Сами понимаете, это все достаточно процедурно долго. 650 лет, о котором сегодня упоминали уже. В связи с юбилеем какие мысли есть? Мы готовы рассмотреть любые мысли при адекватной поддержке. Мы готовы сами тоже нагенерить различные мероприятия, различные выставки, пробеги. Все мы это готовы сделать. Но нам нужно хорошее организационное взаимодействие, в том числе и с городской властью. Было бы здорово, в частности, чтобы коллеги из других городов приехали и рассказали, как у них вообще устроено взаимодействие с властями в том числе. Мы общаемся. К сожалению, уровень нашего города по ретро-движению не дотягивает до уровня наших соседей. Когда собирается, например, ретро-выставка, ретро-парад в Казани, туда едут все ближайшие. Если идет в Чебоксарах, значит, ретро-парад какой-то, туда тоже все соседи приезжают. У нас, к сожалению, наверное, выпала эта культура, и второе транспортное плечо достаточно высокое. То есть максимум, кто к нам приезжает, это Кирово-Чепецк, Слободское, районы области. Это такой междусобочек, да? Да, междусобочек. А, например, на юбилей, я жил тогда в Уфе, опять же, на юбилей, на 9 мая, с задорожного целый железнодорожный состав приехал техник из Москвы на 9 мая. Там были и танки, там были различные военные техники, понятно, автомобили. По-моему, даже самолет привозили они вот на железнодорожном составе. С размахом подошли, да. Евгений Альбертович, что-то добавить хотели? У нас пару минут еще есть? Устроить праздник. Не просто, чтобы было это стресс и испытание на параде 9 мая, а праздник для участников нашего клуба и владельцев машины, чтобы уехали куда-нибудь на тот же аэродром Порошино, чтобы спокойно поставили машины, чтобы могли от них отойти, чтобы поставили полевую ухню с гречневой кашей, чтобы народ собрался и между собой пообщался, а то зачастую вот это получается, стоишь у машины, не можешь отойти, и других ты не видишь. А вот хотя бы раз за всю историю провести именно для клуба мероприятие, вот очень бы хотелось, чтобы такое состоялось. Ограждение ставить, чтобы публика не проникала, это тоже как-то невероятно. Кому интересно, пусть те приезжают. Я думаю, ничего не надо. Есть примеры таких фестивалей, которые уже с большой историей, тот же Тульский фестиваль, который проходит каждый год 12 июня, в день города у них там тоже, и там просто шикарный праздник, как раз вокруг ретро-техники, туда съезжаются со всей страны, на машинах, на мотоциклах, я участвовал пару раз сам, это просто суперорганизация. Мне честь ГАИшник отдавал, когда я ехал по улице. Вот как? А вот так, просто он мне отдал честь, реально, мне было очень приятно. То есть, такой настрой, они понимают, что это часть образа города, этот ежегодный фестиваль. Особенность города, фишка города. Конечно. Дополнительный, привлекающий, собственно, фактор, яркий такой. Завершается время нашей беседы. Я думаю, что точку не ставим, ставим запятую, еще будем продолжать. Я думаю, будет повод встретиться в нашей студии. Благодарю представителей нашего ретро-автоклуба, Вятка, Марат Долгоорошиных, Евгений Питунин и Евгений Катаев. Удачи. Спасибо. До встречи 9 мая. До свидания, спасибо. Трасса 101.